Наталья Некрасова По которой мы будем вязать основную линию нашей юбки Длина изделия и объем талии Измеряете ваши мерки и начинаем вязание Вязать юбку начинаем с оформления нижнего края У меня это простой подгиб Подгиб небольшой Вот такой здесь он, видите Закрытая помогательная нитью На которой у меня висит ребенка Если ребенка не будет, то полотно упадет Я никогда не снимала вспомогательную нить Она помогает мне держать грузы Потому что видите, как они деформируют полотно Если грузы навешивают на основную нить Груз может перетягивать нитку И будут некрасивые заломы Которые вы уже ничем не исправите Поэтому вспомогательную нить, которую вы начинаете вязать Не снимайте в последнюю очередь Она будет держать грузы И пускай она перекашивается Я провязала 6 рядов подгиба То есть у меня получается 12 рядов вязания Скложила пополам Надела открытые петли, видите На иглы И провязала еще 2 ряда 2 ряда основным цветом провязаны Теперь я буду делать волны Волны я буду делать 2 цветов Малинового и желтого То есть 2 малиновых волны В середине желтая Все то же самое, как мы делали в образце Для вязания основного полотна Тут только один нюанс У нас смена узора должна быть сзади Шов сзади один будет идти И он должен находиться так Чтобы узор не прерывался Это единственное место Как раз на десяточке Поскольку у нас 10 петель будет раппорт То есть у нас 10 петель Мы провязываем волну 10 петель нет волны 10 петель волна, 10 петель нет Нужно шов делать как раз на десяточке Где у нас проходят все петли нормального размера И тогда вот эта волна будет идти без прерыва По всей юбке Поэтому подбирайте количество петель Кратное количество петель в раппорте Это обязательно Еще такой момент Раппорт должен идти не прерываясь То есть количество самих раппортов тоже должно быть четное Потому что здесь у нас петли будут создавать волну Здесь не будут Будут, не будут Будут, не будут Будут, не будут Будут, не будут И за счет того, что здесь волна на первых петлях есть А на последних нет При сшивании у нас получается непрерываемый узор Если у вас не поменять количество петель вашего изделия Меняйте количество петель в раппорте Делайте так, чтобы раппорт был либо побольше, либо поменьше Самое главное, чтобы у нас по шву петли совпадали И узор не прерывался, не обрывался на половинке Это было бы очень некрасиво И если у вас Вы не проходите Будете вязать такую юбку И не проходите в ширину машины Вяжите два полотна Но при этом то же самое условие Узор не должен прерваться по краям Мне можно ничего не ставить Потому что у меня десяточки идут Десять, десять, десять Стоит разметка на самом машине Поэтому я даже не буду ничего придумывать Начинаю вязать узор Использую для этого наш образец Который представлен в бесплатном варианте Пожалуйста, берите этот образец за основу И смотрите, можно провязывать разное количество рядов между волнами Волны тоже могут идти основным цветом Между волн можно использовать отделочный цвет Все рядов может быть разное Все что угодно можно использовать Узор не обязательно такой стабильный И никак иначе его не поменять Узор можно менять по вашему желанию Можно брать более тонкие ниточки Не только цветом И еще такой момент У нас сто петель длина, ширина юбки У меня сто пятьдесят одна петля с одной стороны Пятьдесят одна петля с другой стороны Потому что вот эти две крайние петелечки Они не будут принимать участие в узоре Но они пойдут на сшивание За счет того, что они у меня будут Убираться внутрь полотна У меня узор пойдет очень чистый И красиво у него будет прерываться Поэтому сейчас я могу Если не хватает, не сделаю Увеличивайте На одну петлю Берите петлю снизу Получаем на нужное количество игл И то же самое, что мы с вами выполняли в узоре Выполняем и сейчас Беру иглу, струбцину, нитку Нитку укладываю на все иглы Находящиеся в среднем рабочем положении И провязываю Здесь у меня узора нет Поэтому только намек Только вот так вот прикрываю язычки Чтобы на первых десяти иглах Плюс крайняя Крайняя вообще никогда не принимает участие в работе Она всегда минимально провязана Чтобы только были провязаны петли И во второй десятке у меня уже начинается узор Я начинаю увеличивать петли Две на увеличение Остальные идут максимально Раз, два И старайтесь их тянуть так Чтобы они не захватывали Не вытягивали на себя Уже провязанные петли Так, и две Предпоследние Меньше, меньше Все Следующая десятка Мы только обозначаем Провязанные петли Тихо-тихо Тихонечко провязали И четвертая десятка Мы начинаем делать Увеличивать петли Больше, больше, максимально Поменьше Поменьше И Десятку Следующую мы провязываем буквально Вот только-только Чтобы петля Чтобы язычок закрылся Таким способом Мы с вами вывязываем весь узор Такое количество рапортов Которое вам Захочется Слушайте, что узор достаточно прозрачный Это для тех, кто будет достаточно высоко Делать такую отделку Если вы не хотите, чтобы петка получилась прозрачной Делайте только в нижней части Так, и В принципе, смотрите Это достаточно быстро происходит И когда Кто-то написал в комментариях к узору Что таким способом Всю вещь не свяжешь Учитывая, что это вообще узор для спиц Изначально был И спицами девочки Вот такой вяжут И ничего Но машинки такой связать Тоже очень даже можно И последний узор У нас он идет По максимуму Последняя петля Поскольку она является Все-таки Петлей для сшивания Она минимальна Всегда Она только вот Только провязана Получается Последняя петля у нас Только-только провязана Вот так вот идет наш узор И Это то, что мы с вами получили Теперь Как в расце То же самое Мы все иглы Быстро ставим В переднее положение Быстро Чтобы у них Не было возможности Проскочить Мимо петель Подтягиваем Грузики Подтянули Все Все ушло И провязываем Два ряда Рабочей ниткой Она у нас зеленая Причем Вот это Этот ряд Он тоже уходит в расчет Это ряд Полноценно провязан Мы его тоже считаем Подтягивайте руками Петлю Раз Так Два Провязали Вот Волны пошли Уже они видны Делаем второй ряд Волн Все то же самое Иглы В среднее Рабочее положение Только беру Вторую отделочную нить Желтую Точно так же Хвостик На струбцинку Накладываем На Иглы Нить Только теперь У меня пойдут Увязаться уже Иглы В шахматном порядке Первая Часть У меня пойдет С волной Вторая Без И так далее Первая И последняя Игла Никогда Не являются Частью волны Они пойдут в шов И таким образом Вы вывязываете То количество Волн Которые вы хотите И Дальше Практически Вся юбка У нас будет Вывязана в длину До Начала убавок Убавки Конкретно Этой юбке Я буду делать За 10 рядов До начала Пояса Убавки будем делать Хитрые Для того Чтобы немножко Стянуть полотно Потому что У нас на моей модели Бедра гораздо шире Чем талия Мне нужно будет Обозначить талию Чтобы не делать Огромный мешок Стяжки Поэтому сейчас Я провязываю Волны Используя Образец Который мы С вами вязали И Всю длину Юбки За исключением Будет буквально 10 петелек Последних Если вы вяжете Натуральную величину Конечно Там 10-15 сантиметров До конца До начала Пояс нужно Оставлять Останавливайтесь И будем Ввязывать У нас Подход к талии Вяжите юбку Провязали полотно У меня осталось 10 рядов До начала Планки До начала Верхней Планки В которой Буду вставить резинку Поскольку у меня Полотно должно быть Четко Прямоугольное Я не буду делать Никаких стяжек Никаких убавок Сделаем Видимость убавок То есть я беру Декер И начинаю Убирать петли Сколько я буду убирать Смотрите У меня юбка 80 Ой Простите 100 петель По расчету Планка Наверху Подгиб В который я буду вставить Резинку Должен быть 80 петель По расчету Не надо убрать Каждую пятую петлю Ну так По идее Но Если я все это уберу Через ноги Например Эту юбку Будет уже не надеть Потому что Талия будет Очень сильно Уже Чем бедра И Юбку надевать Только через голову Не всегда это удобно Мы будем действовать Хитро То есть Мы делаем Быструю Ложную Убавку То есть Я беру И каждую Пятую петлю Потому что 100 Минус 80 Это 20 Петель Мне нужно убрать Убираю Каждую пятую петлю Как я ее убираю Просто Снимаю На соседнюю Все Больше ничего не делаю Ориентируюсь На каждую пятую Так Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Вот Если ошиблась Так Раз Два Три Четыре Пять И ничего С этим Уже Больше не делаю Продолжаю Вязать То есть У меня Поскольку Это вязание Это не шитье Оно эластичное Оно принимает Форму своей хозяйки Если заметила Не заметили Все наши Старые Свитера Платья Четко повторяют Наши контура Потому что Они подстраиваются Под нашу фигуру То же самое Произойдет С этой юбкой Когда вы ее Постираете То есть Мы проведем ВТО Влажно-тепловую Обработку Наша юбка Приобретет Нужный нам Размер Она Спокойненько Усядется На нашу фигуру Так Все что мы поставили В заднее положение Сзади Так и остается Все остальные Иглы мы с вами Будем провязывать Проверяю Что то что поставили Назад Четко стоит Сзади То что стоит В рабочем положении Ставлю вперед Машину просто Так легче провязывать Если у вас Машина такова Что делать так не нужно Например с ручной прокладкой Значит делайте Как вы привыкли Выполнять подобную операцию В заднем положении Находятся те Иглы Которые мы С которых мы сняли петли Провязываю еще 10 рядов Можно при этом Немножко уменьшить плотность Сделать потуже У меня 8 Две точки Я ставлю просто 8 Ну и теперь Смотрите Два ряда у меня Ставится до начала Подгиба До начала Планочки для резинки И можно как-то Отметить это место Чтобы мне Легко было Потом ориентироваться Когда я буду делать Сборку Собирать Подгиб Складывать его сюда И закрывать Я могу провязать Пару рядов Другим цветом Для того чтобы Немножко разнообразить Вид этой юбки И для того чтобы Делать себе Отметочку Можно это делать Можно не делать Можно кстати Пояс сделать Разноцветным Все на ваше усмотрение У меня есть Болтаются Мои струбцинки Делаю все то же самое На струбцину На кончик Отделочной нити Вставляю Нитку Нитеводитель Держу нить рукой То есть я даже не буду Эту нитку вставлять В нитевод Провязываю Два ряда И обратно Здесь ничего не зашло Отделка мне больше не нужна Погиб я тоже буду Выполнять зеленым цветом Могу завязать узелок Чтобы здесь ничего не болталось Обратно Зеленую нитку В нитеводитель Подтянули нитеводитель Чтобы все это было в натяжку Чтобы нигде Нигде никаких Слабых мест Натяжение нити Всегда должно быть Провязываю ряд То есть сейчас Я начинаю уже вязать Верхний подгиб Тоже будет 12 рядов Провязали ряд Два И давайте теперь сделаем Еще убавку То есть я убираю еще по одной петле Для того Чтобы еще больше ослабить наше вязание Все что уходит назад Остается сзади И таким образом Я провязываю Еще более свободное Полотно После того как я провяжу Этот подгиб Ставлю в него резинку Никто и не заметит Что здесь что-то было не так Что здесь были убраны иглы Убраны петли И просто у меня будет Более тугое полотно Чем основное Нюанс в том Что эти петли Больше тянутся в длину Они становятся шире Чем основные Но мы сейчас Подправим это плотностью Сейчас до конца Убрали всех лишних Сначала Прежде чем я что-то буду делать дальше Я проверю Что здесь у меня Все петли на месте И сзади у меня Все иглы на месте Если какая-то игла Стоит нечетко в заднем положении Где-то вот она Вылезла из своего места Чуть-чуть подвинулась вперед Машинка ее заберет и провяжет Мне это не надо Это в лучшем варианте Если она провяжет Она может удариться О пятку иглы И иглу взломать И каретку взломать Поэтому всегда проверяйте Что игла у вас Стает четко сзади Или четко спереди Так И теперь я делаю Блотность еще более ту же Углую 7 7,5 7,1 точка То есть начинали Кулирку мы 8,2 точки Убрали по одной петле 8 Когда начали вязать Жиденький наш Подгибчик Такой вот весь В сплошных Протяжках Мы сделали еще более Тугую 7 точка Либо вообще даже 7 И вяжем Так 2 ряда провязали Подгибы Вяжу еще 10 Вот он мой подгиб Я его сейчас надеваю На петли И закрываю Он будет маленький Смотрите Резинка тоже должна быть тонкая Подгиб наверху Который мы будем вставлять резинку Должен четко соответствовать Ширине резинки Сначала найдите резинку Потом вяжете Этот подгибчик Потому что если у вас резинка Либо меньше Либо слишком Велика У вас будет все очень некрасиво То есть ориентируйтесь на ту резинку Которая у вас есть в наличии И вот мы берем И первый ряд Который у нас идет После красных ниток Вот они Надеваю На свои же иголки Можете кстати Надевать на действующие иголки Не настоящие сзади Поскольку вязать Мы больше с вами Не будем Можно снять Грузы Если они сильно мешают С нее А они могут мешать Шильцам Шильцам это делать Удобнее Кстати Шильцы можно приобрести У нас на сайте Очень полезная штука И почему-то Эта полезная штука Не входит в комплект Современных машин Надеваем Надеваем Так убираем Грузик уберу Пожалуйста Потому что вязать Я и правда больше не буду А груз У меня гребенка Такая достаточно тяжелая Вот она Перетягивает вязание Поэтому я ее уберу Крабик Тоже Когда начинаются Какие-то фартипы То Гребенки нам уже только Мешают в этом деле Все надеваем Таким образом Мы с вами соединяем Подгиб С данным полотном Нам останется только Закрыть Это полотно Закрывать мы будем Касечкой Причем Это все пойдет С внутренней стороны Будет не видно До конца Надеваете И закрываем Крючок Рабочая нитка Иглы Ставим так Чтобы у нас были Прикрыты языки И просто закрываем Это один из множества Способов Сильно Можно не затягивать Но и смотрите Чтобы у нас Ничего не болталось Потому что Талия у нас Уже чем бедра Но это в основном Бывает и наоборот Все надо смотреть Индивидуально Если это так То можно не стараться Делать петли Как-то особо свободными Наша задача Может быть даже Немножко подтянуть Линию талии Чтобы мы на ней Сейчас с вами находимся И закрываем До конца Все Юбка связана Сейчас мы будем делать Боковой шов И закрывать Можно еще раз скажу Как угодно Это один из многих Многих способов Оформления Вот такой верхней планочки Связали Посмотрите Какая у нас красота Получилась Вынимаем Вспомогательную литку Вынимаем Очень просто Если она у вас Связана с краешком Тогда отрезаете Край С одной стороны Отрезаете край С другой стороны Я имею ввиду Только катушку Отрезаете И поскольку Здесь все очень Свободно И рыхло Вы подцепляете Катушку И нитку Просто ее Вынимаете И у вас таким образом Отходит Вспомогательная нитка Все Это мы сделали У нас получается Ровный Абсолютно чистый край Завязываем узелки Вот эти все Которые у нас тут появились Так чтобы Ничего не перетянуть Либо завязать Мы их можем потом Убрать в шов И Хотите сейчас Подпариваете Нашу юбку Хотите Делайте Соединительный шов Видите За счет того Что мы с вами Так правильно Распределили Рисунок У нас он Прерываться не будет Все идет Абсолютно четко Надеваем На иглы машины За петельный столбик Который мы с вами Специально для этого Выделили Нашу юбку И таким же Способом Как мы только что Делали При помощи крючка Закрываем Поскольку мы Провязывать Больше ничего не будем Надевайте Так как надевается Самая главная Ваша задача Совместить Цветные ряды Чтобы желтенький Шел четко На той же иголке Что желтенький Красный Где красный И так далее И при этом Совпали все Краешки Поэтому надевайте Сначала одну часть Лицом Внутрь Потом вторую часть И берете Зеленую нитку Закрываете Единым швом Все наше полотно Надели полотно Лицом внутрь Видите Уже сейчас видно Что у нас Там Где у нас идет Подгиб Под резинку Немножко стягивается Полотно Насколько оно Хуже получилось Чем Снизу Берем Крючок Нитку Снизу Сверху Видите Смысл надевания Полотен Таков Чтобы на каждой Игле Цвет Совпадал Желтая Напротив Желтая Красная Красная Зеленая Зеленая Это делается Для того Чтобы у нас Полосы И узор Не сбивался Вязание Это очень важный момент И Закрываем Одним Движением Причем Смотрите Снизу Я закрываю Полную Полностью Все То есть У меня обе части Подгиба Надеты на иглу А сверху У меня надета На иглу Только верхняя часть Подгиба Изнутри Оставлено Отверстие Это делается Для того Чтобы мы С вами Могли Вставить Резинку И здесь Постарайтесь Закрыть Потуже Потому что Это уже Действующий Шов Если он Будет У вас Очень Рыхлым Тогда Части Полотна Будут Расходиться И будет Не очень Красиво Не очень Аккуратно Еще раз Скажу Что Это Способ Быстрый И Если Вы Хотите Вещь Получить Идеально Сшитую Конечно Это Не на машинке Это Выполняется Ручным Способом Но У нас Быстрый урок Как быстро Быстро Связать Юбку И на машинке Шить Все Так Быстрее Всего Соединили Полотен На машине Особенно Если Вы Не очень Хорошо Умеете Стыковать Полоски Как В данном Случе Мы Четко Должны Стыковать Все полосы Чтобы Узор Не ушел Нитка Закончилась Привяжите Хвостик Нити Рабочий Завяжите Крепкий Узелок И Закрываете Дальше Узелок Останется Внутри Его Никто Никогда Не увидит В шов Мы Спрячем Все Торчащие Нитки Дохожу До Узла Узелок Уперся В полотно Дальше Он не Пойдет И Мы Спокойно Продолжаем Закрывать Полотно Закрываете До Конца Отпариваете Юбку И Вставляете Резинку По Объему Стали На этом Наше Вязание Готово Как видите Юбка Очень Быстрая При этом Нарядная Простая Для Маленьких Детишек Да и Для Взрослой Красивой Женщины Такая Юбка Очень Даже Уместна Единственное Что Для Детей Можно Вязать Из Материала Попроще Цветного Яркого Акрила Очень Красиво Будет Смотреться Для Красивой Взрослой Женщины Конечно Нужно Вытирать Выбирать Материал Поинтереснее Чтобы Чтобы Эта Юбка Струилась Чтобы Вот эти Все Наши Волны Были Еще Более Объемные Ажурные И Можно Еще Расскажу Брать Не только Цветные Вставки Для того Чтобы Было Цветом Красиво Оформлено Но и Нити Другой Фактуры Более Толстые Либо Наоборот Более Тонкие Поскольку Мы Провязываем Эти Ряды Руками Нам Вообще Без разницы Какая Здесь Будет Нитка Совсем Тоненькая Или Очень Толстая Которую Машинка Не хочет Брать Вид Будет Разный И Я думаю Что Попробовав Вы Не Пожалеете Насколько Интересно Может Смотреться Ваше Изделие Дышиваете Отпариваете Вставляете Верхний Подгиб Резинку И Наша Юбка На этом Готова Видите Что у нас Получается Все Наши Убавления Убавки По верхней части Разымели Своё действие И в верхней части Юбка Смотрится Гораздо Более Узкой Чем В нижней части Рельефные Выпуклые Волны Невероятно Украшают Изделие И Обращу Ваше Внимание На Задний Шов Все Горизонтали У нас Совпали И Что самое Главное У нас Нигде Не сбит Узор Это То О чем Распределять Такой Рисунок На Полотне Для того Чтобы у нас И сзади И спереди Юбка Смотрелась Одинаково Аккуратно Если вам Понравилась Наша юбка Нажмите Пожалуйста Нравится Поделитесь Друзьями И подпишитесь На мой канал Чтобы быть в курсе Всех обновлений И жду вас В нашей школе Машинного вязания Где мы обучаем Стремительному Освоению Абсолютно Любой вязальной Машинки С нуля Ваша Наталья Некрасова